Дед Мороз, Снегурочка, могучие русские богатыри и другие легендарные персонажи. Вместе с десятками разнообразных животных более чем на два часа шоу погрузило детей в сказочный мир чудес. Тут и настоящие верблюды, смешные пеликаны, грациозная косуля и даже медведи на велосипеде. Канун Нового года уже по доброй традиции мы собираем детей и запекаем их семей для организации новогоднего праздника. И в этом году мы решили повести их в сочинский цирк на представление «Дед Мороз в стране медведей». Я уверена, что храбрые артисты, добрые животные, потрясающие костюмы создадут им новогоднее волшебное настроение и принесут много радости. Подарить её в этом году решили не только деткам из опекаемых семей, но и тем, чьи папы сейчас на СВО, защищая нас вдали от дома. Так глава семьи Кряженовых уже второй год служит в артиллерии. В цирк с большим удовольствием пришли его 11-летний сын Егор и жена Анна. К слову, женщина активно помогает супругу в тылу, плетёт маскировочные сети. Мы остались без папы пока сейчас. И вот эта поддержка очень важна тоже, что мы не чувствуем себя одинокими здесь, брошенными. И чувствуется большое спасибо, что приглашают на праздники. Это очень важно. И с таким хорошим настроением мы своих мужей, отцов поддерживаем там. В антракте деток угостили попкорном и сладкой ватой. И пока они весело уплетали вкусности, мы решили поинтересоваться, что им понравилось больше всего. Мне больше всего понравились акробатические трюки. Мне понравилось, как фокусники, там девушка взлетает. Когда заяц, заяц ходил в ту дверь, а другой заяц выходил из другой двери. А ещё как богатыри спасали Новый год. И мне ещё понравились, как они выловили заяца. Ну, заяц удрал полностью. Ну и нравится попкорн. По окончанию шоу все дети получили сладкие шоколадные подарки от своего персонального Деда Мороза Анны Невзоровой. Неотъемлемым элементом праздника стал и интерактив с аниматорами. Игры, танцы и весёлые хороводы. А самое главное – счастливые улыбки детей.